Курская область Курская область Выступал генерал-майор Черняховский, призывая восстанавливать освобожденный от фашистов город. Такие истории хранит каждое строение, отнесенное к разряду культурного наследия города. 20 лет назад в Курской области проводилась инвентаризация исторических зданий. Появился список выявленных объектов культурного наследия, в который включили 700 городских, вновь выявленных памятников. Согласно федеральному закону 73, объекты культурного наследия должны поддерживаться в надлежащем состоянии. Однако многие исторические здания не имеют документально установленных собственников, от которых во многом и зависит судьба строения. К вновь выявленным памятникам архитектуры в 1997 году была отнесена усадьба купца первой гильдии Георгия Новосильцева в Лебяжье. Строительство шло с 1897 по 1905 год. В 20-х годах в купеческом доме размещался приют, в 30-х амбулатория, после дом отдыха. Больше 10 лет здесь был курский филиал Орловской школы милиции. В прошлом году усадьба перешла в ведение администрации Курского района, которая вплотную занялась благоустройством. Сейчас здесь планируют сделать социальный объект, возможно дом отдыха или детский лагерь. Мы навели порядок на территории. В этом году планируем подремонтировать там вот эти площадки. Сама архитектурная часть здания, конечно, на уплаченном состоянии и требует серьезных финансовых затрат. В районе 30-40 миллионов там нужно. Ну, вот мы сейчас документацию гадим. Со следующего года начнем как бы подбираться к основному зданию. В связи с ненадлежащим состоянием, время от времени, некоторые здания культурного наследия попадают в списки домов под снос. Но в каждом случае необходимо разрешение уполномоченного государственного органа, а также экспертиза, дающая заключение о подлинной ценности сооружения. Несколько лет назад едва не пострадал известный дом казначея, который тоже планировали разрушить. Правда, вовремя спохватились и вспомнили о его исторической ценности. Ведь это здание эпохи первой каменной застройки города. Когда после 1782 года Курск начал переделываться по новому регулярному плану, на углу бывших улиц Флоровской и гостиной и появился знаменитый дом казначея. Благодаря своему культурному статусу дом, переживший и революции, и перестройки, сумел устоять и в этот раз. На грани исчезновения был и дом по улице Можаевской. В здании с широкими наличниками и пилястрами проживал дворянин Сергей Фисенко, который имел собственную паровую типолитографию. В конце 19 века, почти 30 лет, он издавал газету «Курский листок». «Курский листок» был независимым изданием и обращался в первую очередь к интеллигенции. Однако газета пользовалась спросом у всех слоев населения. В этом же доме размещалась и одна из первых частных библиотек. Поэтому, когда современные куряне узнали о его возможном сносе, в интернете развернулись настоящие дебаты на тему «Как спасти здание». Что сыграло решающую роль неизвестно, но дом номер 4 по улице Можаевской стоит до сих пор. Скандально известным культурным объектом является аптека, названная в честь Георгийского храма, размещавшегося когда-то напротив. Почти 10 лет идут споры между Комитетом культуры Курской области и владельцами. Собственник настаивает на том, что здание должно быть исключено из списка культурного наследия. Тогда они смогут распоряжаться им как угодно. 2 сентября 3 года мы пишем, что Комитет в настоящее время не готов рассматривать вопрос о возможности выведения из списка этого здания, не имея информации о ваших намерениях по дальнейшему использованию этого объекта и ее территории. Пока борьба за аптеку, впервые упомянутую в курских губернских ведомостях за 1850 год, продолжается. Сейчас ведутся активные споры по поводу будущей застройки исторического центра Курска. Проходят публичные слушания, рассматриваются эскизные предложения, обсуждаются возможные архитектурные изменения территории завода электроаппараты «Полугоры». Вопрос волнует многих, ведь соседствующая Курская крепость включает в себя 4 объекта федерального и 6 регионального значения. К юбилею города некоторые из культурных памятников украсили информационными табличками, рассказывающие о названии и дате возведения объекта. Первая такая доска появилась на Успенско-Никитском храме. Кстати, к объектам культурного наследия относятся не только строения, но также и отдельные захоронения. В Курске к ним относятся могилы Перикальского, Семенова, Богдановича и Уфимцева. Не так давно в список объектов культурного наследия попали также водонапорная башня на улице Павлова и здание УВД. Судьба всех этих памятников и строений полностью не зависит от статуса, но возможно, что такого рода охранная грамота поможет им выжить среди стеклянных новостроек.